Привет, меня зовут Аня. Некоторое время назад в своем паблике я спросила, какие у вас любимые персонажи из аниме, и результат оказался отчасти непредсказуемым. Первое место заняла богиня моря из мультика «Рыбка пони на утесе». Я, если честно, ждала, что будет какая-нибудь Тихеро или Безликий. Anyways. Накануне я заказала крошечные холстики на магнитах, их можно вешать на холодильник, и мы их сейчас будем расписывать персонажами, за которых вы голосовали. Итак, шаг первый. Я сделала эскизы для персонажей. Богиня моря у меня получилась немножечко с челкой почему-то, с другой стороны почему бы и нет. Хаул я нарисовала в детстве, когда он еще не сожрал звездочку. Мне очень нравится эта сцена. Принцессу Мононоке, а.к.а. Сан, я нарисовала с ее мамой здоровенной волчицей. Я очень люблю этот кадр. И четвертое место заняла Мисата из Евангелиона, моего самого любимого многосерийного аниме. Расскажу об этом чуть позже. Этот ролик и этих аниме-персонажей поддерживает образовательная платформа Skillbox. Я уполномочена рассказать вам о курсе «Профессия коммерческий иллюстратор». На этом курсе лидеры рынка научат вас создавать и, главное, продавать свои картинки. Это подойдет как новичкам, так и практикующим иллюстраторам, которые хотят прокачать вектор, растер, анимацию, узнать о трендах в индустрии и повысить уровень дохода. Курс охватывает все, что нужно, от иллюстратора до прокреэйта, а от композиции до личного бренда и вот это все. Обучение длится 12 месяцев. Вау! Хорошие новости. Платить можно уже после обучения, и у вас навсегда остается доступ к курсам даже после обновления. И, конечно, Skillbox помогает с трудоустройством своим студентам. Их, кстати, уже более 150 тысяч по всему миру. По ссылке в описании можно посмотреть программу и всякие там подробности, и желательно сильно не тормозить, потому что сейчас там скидка на курс 40%. Для работы над холстиками я выбрала темперу. Я люблю темперу за то, что она быстро сохнет, но в отличие от акрила, не такая резиновая и дает более плотное покрытие тонким слоем. Акрил все-таки странно растягивается на холсте. Я почему-то сначала захотела сделать нижний слой акварельными маркерами, но это ошибка и не надо так делать, это лишний шаг. Так. Маленький формат хорош тем, что мельчить особо не получится, если вы склонны это делать. И плох тем, что рисовать очень тяжело. Реально сложно нарисовать что-то крошечное ровно, к сожалению. Темпера довольно фактурная, но в конце при высыхании она немного усаживается. И темнеет, кстати. Поэтому, если вы решили заливать что-то одним цветом, то лучше этот цвет в достаточном количестве намешать сразу и не делать ошибок, иначе придется перекрашивать всю плоскость заново. Ведь попасть в предыдущий оттенок на глаз может быть очень сложно. Ну и если с заливкой никаких проблем, то сложно начинать на моменте создания лайна. В этом темпера на ПВА проявляет себя тоже лучше, чем акрил. Она хорошо и плотно разводится водой, и ей можно делать прям хороший лайн почти как тушью. Это, конечно, если вы умеете делать хороший лайн, потому что если вы не умеете делать хороший лайн, то он у вас ничем хорошо не получится. У меня есть, кстати, видео с секретиками идеального лайна. Я коротко заранее хочу сказать, что секрет в основном в том, чтобы не ссать, иначе кисть это почувствует и будет доминировать над вами. Первый готов. Теперь красим хаул. Знаете, в ТикТоке считают, что это идеальный мужчина, но я напоминаю, что этот инфантильный и могучий волшебник отправил Софи встречаться с опасной волшебницей. Старушку Софи. Это что за дела? Да, еще врать ее надоумил. Но в конце, конечно, хаул исправляется и берет на себя чуть больше ответственности. И мы плачем, потому что это история любви и очень долгого ожидания, но все заканчивается хорошо. Для лайна я выбрала темно-синий цвет. Обратите внимание, как хорошо и созвучно покрашены абсолютно все кадры из фильмов студии Гибли. Это будет видно и на следующем кадре тоже. Мое любимое испытание ровных глаз, пройдено на 4 с плюсом, я бы сказала. Простим мне эту косоватость и спишем все на очень крошечный формат холстика и растрепанные кисточки. Кстати, если вы спросите, то рисовать лайн лучше белочкой тоненькой, но я больше не покупаю белочей кисти, поэтому рисую синтетикой. Она растрепывается. Отвратительные кисти, кошмар. Какими дорогими они не были, они всегда заканчивают свою жизнь очень быстро. «Принцесса Мононоки» на самом деле довольно сложный фильм, потому что в нем раскрывается конфликт сразу четырех сторон. Леса его жителей, проклятого пацана, женщины, которая хотела добра другим женщинам, и еще империя. Потому что там вроде есть войска имперские или что-то такое. Сама принцесса Мононоки не является самым сложным и интересным персонажем, на мой взгляд. Несмотря на то, что она довольно необычная, человеком себя не считает и вообще ненавидит людей. Пока вы наблюдаете за тем, как я ее рисую, обсудим госпожу Эбоси или Эбоси. Не знаю, как правильно, в русском нет этого японского звука. Несмотря на то, что она валит лес, убивает лесных жителей и даже обезглавливает в конце духа леса спойлеры под давлением со стороны. Она спасает женщин, дает им безопасную жизнь и работу, а также заботится о больных, раненых и хочет для своих людей добра. С одной стороны, она жестока и жадная, с другой стороны, она мудрая и сострадающая. Короче, я ее обожаю. Почему вы ее не выбрали, я не понимаю. Обратите внимание на то, в каком согласии опять находятся цвета в кадре. Тут доминирует голубой и красный. И для Лайна я выбрала черный. Он прекрасно смотрится на относительно светлом холстике и дает красивый контраст. Внезапно четвертой любимицей из комментариев стала Мисата Кацураги. Стоит ли говорить, почему Евангелион так успешен и является моим любимым многосерийным аниме? Пожалуй, да. Приготовьтесь слушать. Все начинается как безобидное меха-аниме, дурацкий фан-сервис, боевые сцены и вот это все. И мы от таких мультиков ожидаем определенного финала. Но заканчивается мультик мрачной жестью и глюнами, которые я в детстве, например, не понимала и поняла только когда пересматривала его во взрослом возрасте. Я где-то слышала, что создатель Евангелиона свалился в депрессию на середине проекта и угорел по психологии. Поэтому под конец персонажи раскрываются с новой стороны, с их глубокими внутренними конфликтами и страданиями. И все это очень правдоподобно, потому что чувак угорал по психологии. Получилось довольно правдоподобно. В самом начале нам показывают Мисата как секси-беззаботную девчонку. Она такая вся своя в доску. Мечта любого пацана. Катается на гоночной Рено и пьет пиво. Потом мы понимаем, что у нее мощные проблемки с папкой. И, возможно, поэтому она взяла Синдзи под крылышко, потому что у него такие же проблемки, а в ней много сострадания и сочувствия, жалости и доброты. Как говорится, свой своего видит издалека. Или как-то не так говорится. Неважно. В самом конце мы узнаем о ее непережитой психологической травме и о том, как она страдает от того, как ее воспринимают другие, в частности, мужчины. В целом это очень глубокое и вдумчивое аниме о том, что мы все по-своему одиноки и о попытке преодолеть это одиночество любой ценой. Осторожно, спойлеры, я предупредила. Чтобы не быть одинокими, все должны умереть, хотят они того или нет, и все умирают при чудовищных обстоятельствах. Конец! Получилось четыре вот таких магнитики, которые я могу прикрепить только на батарее, ведь у меня нет металлического холодильника. Но если вы вдруг хотите их себе, то дайте знать. Я их тогда разыграю в Инстаграме у себя, что ли. Не знаю, как лучше сделать. Потому что мне они не обсрались. Спасибо патрончикам, которые финансировали покупку холстиков. И они же финансируют отправку их по новым домам, если захотите. Нажимайте на долбанный колокольчик, пожалуйста. Рисуйте для души. А если не умеете, но хотите научиться, то внизу есть ссылка на курс коммерческой иллюстрации от Skillbox. Это второе видео из серии, где я рисую персонажей, которые вам нравятся. Напоминаю, что в комментарии можно писать каких-то персонажей, которых я еще могу нарисовать. И, может быть, у нас будет третий выпуск. Не знаю, если вам понравится этот. Впрочем, ой, ладно. До свидос. Субтитры сделал DimaTorzok